Всем привет, с вами Андрей. Приехал на стройку, пока заехать не могу. Стоит машина, мусор собирает, потому что мусор валяется вон, куча здесь, куча здесь. Короче, вообще все так набросано кучами, почему так, не пойму. У них что тут, нету мусорных баков, мебель старая какая-то валяется. Женщина ходит, фотографирует, посмотрите как все выбрасывает. Серьезно, мы ездили два раза в неделю, мы ездили три тонны, это необычное, мы были в 2003 килограмм, у меня был очень большой, если я это вижу. Два раза? Два раза в неделю, с прессованием, и тогда я ездил еще вот так. И все в порядке? Да. И я не ездил на то же место, невероятно. Но такая машина должна ездить по улице и собирать мусор. Проблема в том, что мусора очень много, его выбрасывают везде, посмотрите. Он просто валяется вот так. Бросили пакеты и пошли. И это выбрасывается каждый день. Женщина говорит, что прямо сакон выбрасывают. Вот им приходится вот такую машину брать, пресс-машина, которая мусор прессует. И они ездят по улицам и собирают. Два раза в неделю, ребята. И машина всегда полная. Ну что, ребята, так и хочется сказать. Люди, что же вы за свиньи такие? Гадите, где живете? Вот он вышел, этот человек. Пакет бросил рядом с домом. Этот пакет лежит. Он ходит каждый день, смотрит на этот пакет. Пакет порванный лежит. Оттуда весь мусор. И это не один мусор, который лежит по этой улице. Потому что я видел много другого мусора. Просто не стал уже все снимать. Отвратительно. Когда люди не соблюдают чистоту. 50 метров, дойди ты до бака, выкинь ты этот пакет. Я не могу представить, как люди еще сакон выкидывают свои мусорные пакеты. Вот мне женщина рассказала. Ты должен мусор сортировать. Бумагу с бумагой. Отходы пищевые отдельно. Но не все же скидывать в одну кучу. Где у тебя и мебель валяется. Тут же порваты пакеты мусорные. Хотя есть же у каждого дома мусорный бак. Есть даже не один бак, там три бака. Это пластик, бумага и пищевые отходы. Три разных бака, ребята. Но нет, все в одну кучу. Да еще и прямо перед домом. Мне просто слов нет. И это главное делают взрослые люди. Дети смотрят и впитывают все это вместе с молоком, как говорится. Женщину понять можно, ребята. Потому что она работает, она видит это говно. Извиняюсь за выражение, каждый день. И она же устала за всеми убирать. Одно дело, когда ты приехал на машине и просто сделал свое дело, отсортировал. Бывает, не каждый сортирует мусор. Потому что мусор, он тоже нужно как пластик. Бумага отдельно бывает все вместе. А когда ты приезжаешь, у тебя помимо твоего мусорного бака, где ты должен там заведовать, у тебя еще по всей улице валяются вот эти пакеты. Их надо собрать. Помимо пакетов еще мусор валяется. Это старая мебель. Это тоже надо все собрать. Приходится вызывать вот этот пресс-машину, которая прессует мусор. И они уже, мужики здоровые. Представляете, если бы женщина все это одна делала. Мужики таскают эту мебель два раза в неделю по три тонны. Это вообще нереально, ребята. Это просто свиньи. Люди живут и гадят там, где живут. Самое непонятное. Им это, по-моему, все нравится. И все, всех устраивает. Вот раз ты подошел прямо раз с подъезда, выкинул пакет и дальше пошел. Но что можно сделать? Недельки две не поездить, вот так мусор не пособирать. Представляете, что будет на этой улице? Это же будет катастрофа. Особенно летом. Фонизм. Мухи. Мебель вся заставлена. Машины не будут проезжать, потому что... Кухи появляются буквально каждые полчаса. Ребят, у меня просто слов нету, так что на эмоциях так как бы хотел более здраво рассказать. Но просто когда видишь, когда люди просто выкидывают все это вокруг себя, гадят, то... Опять же, ребята, я за всех говорить не буду, но многие люди в Германии, они соблюдают, они стараются мусор сортировать, выкидывать. Я, допустим, свою старую мебель тоже вывозил на специальные места, где есть бесплатно в каждом районе два-три таких места, где ты можешь вывезти свою старую мебель и выбросить. Даже если у тебя нет машины, ребята, это не страшно. В каждом подъезде есть телефон специально, по-русски называется, организация, которая следит за домом. Я не знаю, как они сейчас называются. ЖКХ или как-то по-другому. Есть телефон. Звонишь, говоришь, нужна машина. Мы уже с Серегой делали видео, посмотрите на эту тему. Если мебель вывозили, у них вообще проще. Шли все в Почтань, земля. Позвонил, сказал адрес, мебель выставил, они приехали, забрали все. Здесь ты позвонил в Гамбурге, машина приехала, мебель забрала все. Вопросов ноль. Это мое субъективное мнение, так что пишем в комментариях, подписываемся. С вами был Андрей, всем пока.